Здравствуйте! В эфире программа «День города» с вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Аврал на новогодних. Губернатор переводит все службы в режим повышенной готовности. Жить станет легче. Для рязанских детей, больных диабетом, поступили новые датчики для мониторинга крови. Пять ледовых сюрпризов. На фестиваль зимних скульптур в Рязань приедут основатели всероссийского конкурса. В период пандемии проведение мероприятий с большим количеством граждан недопустимо. Но мы с вами прекрасно понимаем, что в новогоднюю ночь, несмотря на здравый смысл, люди отправятся к елкам. Все службы должны быть к этому готовы. Об этом сегодня заявил на правительстве губернатор Рязанской области Николай Любимов. По его словам, жестких ограничений не будет, но вместе с тем антитеррористическую безопасность никто не отменял. Жесткие правила новогодних праздников – это в основном для чиновников. Именно их настраивал на усиление контроля Николай Любимов. Помимо муниципальных властей, в режиме повышенной готовности должны быть тепловики и энергетики. Под особым контролем должно находиться использование петарда фейерверков с тем, чтобы не допустить несчастных случаев. Повышенного внимания также требуют крупные торговые центры, где в течение праздников также ожидается скопление людей. Прошу самым четким образом отработать вопросы обеспечения безопасности в учреждениях стационарного типа, таких как больницы, школы-интернаты, организации круглосуточного пребывания пожилых граждан и инвалидов. Еще раз проведите инструктажи, проверьте системы пожарной безопасности. Быть начеку должны и пожарные, и спасатели, и полицейские. Особое указание коммунальным службам. Город должен быть убран. В домах должно быть светло, а у подъездов, конечно, чисто. Недопустимо, чтобы в новогодние праздники улицы тонули в снежных завалах, а дороги напоминали каток. Нужно проверить наличие запасных частей, других средств, необходимых для оперативного устранения аварий и на тепломагистралях, и на прочих системах инженерной инфраструктуры, на всех предприятиях жизнеобеспечения. Отдельный наказ главам муниципальных образований. Дескать, если вдруг кто решился праздновать за границей, вы, конечно, езжайте, но не забудьте оставить конкретного исполняющего обязанности и график дежурств. Если вдруг что-то пойдет не так, будет персональная ответственность. Максим Васильев, телекомпания «Город». Кто точно будет готов к новогодним праздникам, так это полицейские. Для них ничего нового. Подготовка стражей порядка для обеспечения безопасности населения в праздничные дни проходит прямо сейчас. Валерий Седов с подробностями. Главные атрибуты Нового года – это прежде всего Дед Мороз, Снегурочка, Ёлка, Салют и сотрудники полиции, которые охраняют общественный порядок. Конечно, для создания праздничной атмосферы черные бушлаты не вяжутся. Однако, на самом деле, именно такой элемент строгости и порядка они и создают. Не допускают пьяных, предотвращают правонарушения. В этом году массовых мероприятий пусть не ожидается, но охранять рязанцев все равно будут. Как до Нового года, так и во время. Однако, осуществление охраны общественного порядка на улицах и площадях наших городов будет осуществляться в плановом порядке. С приближением, конечно, нарядов к местам возможного скопления населения, которые придут посмотреть на новогодний салют, либо праздничные новогодние ёлки. Для полицейских, которые выйдут на работу в праздники, проведут дополнительные инструктажи. Всех секретов, конечно, стражи порядка не раскрывают. Но дополнительные меры усиления общественного порядка они точно примут. И если вдруг в празднике вы станете свидетелем противоправного деяния, то лучше сразу обратиться к людям в погонах. И даже не пробуйте решить проблему сами. Если вы стали свидетелем совершения какого-либо противоправного деяния на улице, либо в ремном общественном месте, конечно, ввязываться самому не стоит. Можно обратиться к ближайшему сотруднику полиции или позвонить в экстренные службы. Приедут сотрудники полиции, примут уже законные, обоснованные правовые меры по предупреждению, пресечению, недопущению нарушения общественного порядка. Рязанцев же и гостей города сотрудники полиции просят быть аккуратнее в новогодние праздники. И тогда торжества пройдут хорошо как для горожан, так и для полиции. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Совете Федерации раскрыли судьбу закона о QR-кодах. В частности, много вопросов сейчас возникло к законодателям по их использованию на транспорте. Ранее в Госдуму внесли предложение об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Первую депутатскую инициативу приняли еще 16 декабря в первом чтении. По ней граждане смогут посещать массовые мероприятия с QR-кодом о прививке, справкой о перенесенном коронавирусе или медотводом от вакцинации. Второй документ требовал ввести подобные меры и на транспорте. Но документ сняли с рассмотрения. Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес заявил, что законопроект убрали из повестки, поскольку, цитата, «законопроект, очевидно, не готов для того, чтобы обсуждаться на пленарном заседании Госдумы», сказал парламентарий. В Рязань поступили первые партии датчиков мониторинга системы глюкозы в крови. Это может облегчить жизни больше 300 родителей и самих детей. О том, чем именно полезны эти датчики и почему они так важны для диабетиков, расскажет Валерий Седов. У Ольги Короленко трое детей, двум из которых поставили диагноз «диабет первого типа». Старшему, 12-летнему, диагностировали болезнь больше двух лет назад. Младший страдает почти с рождения. Их ежедневный эмоцион больше 10 заборов крови в день, чтобы отследить уровень сахара. Постоянные проколы пальцев, естественно, слезы и нежелание сдавать кровь снова. Однако в январе этого года изменились медицинские стандарты. Появилась новая система непрерывного мониторинга. Что важно, без проколов. После этого мы стали уже обращаться в различные инстанции для того, чтобы эти системы выдавали детям. Ну и вот прошел почти год. И теперь есть настоящий физический результат. Системы нам выдали. Это первая партия новых систем непрерывного мониторинга. Вручать их приехал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он и попросил главного врача Инну Лебедеву рассказать, как система будет работать. Датчик, который крепится на плечо и, собственно говоря, которому уже потом сканером или ридером считывается информация, которая через этот датчик происходит. Прибор состоит из двух частей. Монитор устанавливается не под кожу, а на нее. Ридером считывается постоянный уровень сахара в крови. Это позволяет отследить динамику и вовремя отреагировать на изменения показателей. В первую партию закуплено 335 приборов. Мы их будем передавать в лечебные учреждения, которые распределять будут на своих больных, имеющих территориальное прикрепление к лечебному учреждению. И в последующем такая же схема будет у нас. То есть все эти приборы будут выданы персонально каждому родителю, имеющему ребенка с сахарным диабетом первого типа. И в последующем будет проведено, кому требуется обучение родителей, тому, как пользоваться и как использовать этот прибор. В Рязани области сейчас 341 ребенок с диагнозом диабет первого типа. За последний год он выявлен у 56 детей. Налицо рост динамики. И хоть новая система непрерывного мониторинга призвана облегчить жизнь как родителям, так и детям, все равно необходимо регулярно приходить к врачам и проходить обследование. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. В новогодние праздники одним из центральных событий в Рязани станет фестиваль ледовых скульптур, который познакомит рязанцев и гостей города с искусством ледяной скульптуры и создаст яркую праздничную атмосферу на Лыбецком бульваре. Пять рязанских художников-скульпторов сделают уникальные фигуры, эскизы которых пока держатся в строжайшем секрете. В новогодние праздники рязанцев ждет фестиваль ледяных скульптур. С 3 по 7 января на Лыбецком бульваре пять художников из Рязанской области с помощью бензопил, резцов и стамесок создадут уникальные фигуры вот из этого прозрачного льда. На создание ледяных шедевров отведут несколько дней. Тонны ледяных блоков уже доставили на Лыбецкий бульвар, где, кстати, и пройдет фестиваль. Подготовка идет полным ходом. Сейчас организаторы создают ледяные подиумы для будущих скульптур. Лед привезли прямо из Урала. Своего подходящего по плотности и прозрачности не нашли. Глыб толщиной минимум 50 сантиметров в Рязани просто нет физически. Если мы говорим о изготовлении большой скульптуры, там трех-пятиметровой, это единственный материал, ну еще может быть снег и песок, которые позволяют всего за несколько дней сделать большую, многометровую, проработанную композицию. Художники до сих пор работают над эскизами, продумывают детали и многое будет зависеть от погоды. Если мороз будет покрепче, то скульптуры будут более ажурные, более сложные, красивые. Если ближе к нулю, то все равно будет красиво, но чуть-чуть более надежно. В новом году рязанцев ожидает настоящая феерия света и льда. Ведь ледяные скульптуры будут подсвечиваться в вечернее время. Ну а пока что они в самом начале своего рождения. Художники рассчитывают, что после своего создания ледяные фигуры будут радовать рязанцев и гостей города до конца зимы. Эскизы фигур пока держат в секрете. Даже организаторы фестиваля до конца не знают. Но по слухам, одна из фигур будет точно бюстом нашего земляка Сергея Есенина. Самое главное, чтобы погода не внесла коррективы в работу мастеров и не испортила ледяные шедевры. Напомним, всех ценителей прекрасного ждут на Лыбецком бульваре с 3 января. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Россия, окруженная морями и океанами, богата различными видами рыбы. Однако до центральной части страны вкусная, а главное, качественная продукция добирается редко. В последние дни около торгового центра «Премьер» настоящий ажиотаж. Там работает выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Чавыча, белорыбица, красная икра – все это можно попробовать на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская». И если понравится, приобрести. На ярмарке настоящие раздолье для ценителей качества и вкуса. Здесь представлена рыба слабосоленая, горячего и холодного копчения. Каждый найдет себе деликатес по вкусу. Я солененькую люблю. Закуски превосходного качества приезжают в Рязань прямо с Камчатки. Рыбка на этой выставке продажи очень сочная и нежная. А главное, ее мясо наполнено витаминами и минералами. Многие рязанцы узнали о ярмарке от своих друзей и близких и решили сами попробовать деликатесы. Другие вовсю рекомендуют уже полюбившиеся лакомства. «Так, рыбку мы берем чавычи, белорыбицу. Очень все вкусно. Чавычу. Я не пробовала, вот решил попробовать. Икру взяла и чавычу». Семейство Лососевое занимает лидирующую позицию среди самых полезных и вкусных видов рыбы. Еще камчатские аборигены утверждали, что по вкусу чавыча превосходит всех имеющихся на полуострове рыб. Чавыча ценится за красное, жирное и сочное мясо и икру. Это красивая крупная рыба. Считается самым крупным лососем, обладающим удивительно вкусным и полезным мясом. Как известно, рыбные запасы камчатки буквально неиссякаемы. Причем лососевых здесь больше всего. Помимо того, что они обладают деликатесным мясом, их ценность еще и в икре. Это еще одно несомненное сокровище камчатки. На выставке продажи икра и рыбы камчатская состав этого деликатеса натуральный. Только, собственно, сама икра и соль. Как известно, деликатес очень богат витаминами А, Д и Е, а также белками, фосфором, кальцием и полиненасыщенными жирными кислотами. А на праздничном столе икра просто незаменима. Выставка продажи икра и рыбы камчатская продлится до 31 декабря включительно около главного входа в торговый центр «Премьер». Успейте приехать за своим любимым угощением. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Спонсор нашего выпуска – выставка продажа «Икра и рыба камчатская». Она работает до 31 декабря включительно возле главного входа в торговый центр «Премьер». Я с вами прощаюсь с наступающим Новым годом и до встречи. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Свежий улов. Чамыча, красная икра, белорыбеца. Торопитесь. Только до 31 декабря. Уличная площадка торгового центра «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова